Доброе утро! Доброе утро! 26 июля на календаре, и мы рады представить вам наших гостей, которые появились в этой студии. 27 и 28 июля в Ельцин-центре состоится первый всероссийский фестиваль идей и технологий «Руками». А к нам присоединились... Интересное название, мне нравится. «Руками»? «Руками». Елена Родионова, оригинальный оператор фестиваля, Роман Кузнецов, ну, мейкер, мейкер, и Арзу Рзаева. Здравствуйте, доброе утро! Доброе утро! Так, расскажите, пожалуйста, кто такой мейкер? Мейкер, пати-мейкер, это что-то... Ну, это создатель, это... Мейкер – это человек, который создает что-то своими руками, применяя технологии. Ну, все очень просто. Все, хорошо. Это я и для себя, и для наших телезрителей. Господа, что появилось на нашем столе? Это модель вендингового аппарата, который предназначен для выдачи различных товаров с помощью приложения, например, в нашем случае. Ну, лично наш предназначен для выдачи фрез на производстве, например. Но, в принципе, это универсальная машина, которую можно использовать в разных назначениях. Так, кто над ней работал и под чьим руководством? Над данным аппаратом работал целый отряд молодежно-инженерной школы-лицея номер 130 под руководством СМИТ Униматик. Этот аппарат был сделан за пять суток. За пять суток? Да. У нас было ограниченное время по правилам лагеря, и за пять суток, находясь на учебной базе Униматика, мы создали вот этот проект. То есть это ваш совместный проект? А может, вы покажете как-то, как он работает, чтобы мы... Интересно же, большая такая машинка, приложение. Запускайте все необходимые алгоритмы. Ну, а давайте пока... Запущено все уже? Так, внимание, давайте смотрим, что будет происходить. Мы выбрали первую позицию, сейчас она подвинется до начальной точки, с которой она будет стартовать. Давай. Так, номер один, у нас здесь есть вращающаяся какая-то часть, и там есть пронумерованные какие-то сегменты, секции, не знаю, 1, 2, 3, 4. Да, логотип четвертого канала, опять же, там стоит. Это маленькая, да? Да. Дополнение идет. Вот, и толкательный механизм выталкивает наш товар, он аккуратно спускается, и мы забираем его. То есть, по сути, человек, который делает, например, заказ в электронном магазине, да, в интернет-магазине, приходит и получает его в специальных ячейках, вводит там какой-то свой код. Он может так его получать, также можно это использовать на складах, например, чтобы работник, например, комплектовщик, не должен был ходить по самому складу, а лишь нажимать кнопки, и нужный товар ему доходил сам. Елена, данный проект направлен на популяризацию технического творчества. Кто мог стать участником фестиваля вообще, в принципе, и ощутить себя в роли мейкера? Мы искали школьные проекты со всего региона, выбрали всего 10. Вот сегодня команда ребят представлена здесь, но таких ребят будет еще больше. Проекты абсолютно разные, связанные с техническим творчеством, дроны, нейробот, я не знаю, нейробот, да, да, да. В общем, удивительные вещи можно будет посмотреть 27-28 июля. Фестиваль всероссийский. Из каких городов ребята участвуют? Всероссийский фестиваль, это означает, что он проходит не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Всего в России пройдет 10 фестивалей в этом году. Уже прошли в Черябинске, в Казани, в Туле, впереди Москва. Победитель регионального этапа поедет в Москву на большой фестиваль. То есть ребята ввозят свои проекты, сначала показывают их у себя в городе, потом повезут уже на финал. Да. Правильно? Да. Кто-то выиграет обязательно и поедет, мы надеемся. Скажите, пожалуйста, вот люди, которые придут, чтобы посетить фестиваль в эти самые дни, могут ли они поучаствовать в чем-то и, собственно, ручно что-то смастерить, может быть? Конечно. Не только выставка проектов ребят будет на фестивале, будет более 40 мастер-классов в течение двух дней. Можно будет самому создать что-то своими руками, но, соответственно, не какое-то ремесленное искусство, дело и так далее. Можно создать робота, можно создать свою первую нейросеть и так далее. Программа очень масштабная. Интерактивные инсталляции, с которыми можно будет взаимодействовать. Двухметровая роборука, которая заряжает гаджеты. Двухметровая роборука? Да. Так, интересно рассказывать и напомнить еще раз, где все это можно будет увидеть. 27-го, 28-го числа. То есть это получается... Уже завтра. Завтра, послезавтра? Да. Ельцин-центр со скольки до скольки? С 11 до 9 в субботу и с 11 до 6 в воскресенье. Так, работа ребятам тоже будет представлена. Да, правильно? Можно будет подойти, что-то наводить, и тебе обязательно что-то вытолкнет эта электронная рука, правильно? Да, у нас немного другие грузы будут, будет поинтереснее. Класс, класс. Ребят, то, что вы уже сегодня принесли, это очень наглядно и интересно. Мы вас благодарим, ну и желаем вам, чтобы огромное количество посетителей пришло и посмотрело на ваши какие-то вот поделки, на ваше творчество. Вы грустные, вы. Не выспались? Чуть-чуть есть такое? Да люди за 5 дней собрали. Ты представляешь, сколько они спали? Нисколько они не спали. Нисколько они не спали? За 5 дней собрать такую штуку. Спасибо вам огромное. Напоминаем, в нашей студии сегодня Елена Родионова, региональный оператор фестиваля «Роман Кузнецов» и Арзу Рзаева. Мейкеры. Спасибо. В общем, спасибо вам огромное за интересную беседу. Ну а нам нужно продолжать дальше. «Портрет души на фоне эпохи» – так говорят о романе Алексея Варламова. Для одних он станет энциклопедией жизней, а для других вернет бурное студенческое время. О чем будет интерес? Никому будет интересна эта книга? Узнаем в нашей следующей рубрике «Экспресс-досуг». «Экспресс-досуг»